Пожалуйста, поясните, когда применять рукав рубашечный, а когда вточной. Рубашечный не только для рубашек. Конечно же, не только для рубашек. Значит, смотрите, опять возвращаясь к теме полной руки. Очень часто, когда мы работаем с полной рукой, потому что, как правило, здесь больше всего проблем, мы хотим построить ей... Давайте так. Чем рубашечный рукав отличается от вточного? Прежде всего, это отсутствие посадки по окату рукава. И ширина рубашечного рукава всегда становится шире, чем рукавчик вточной. И тем, что она становится шире, бывает на 15 сантиметров становится шире. То есть такая огромная прибавка появляется, когда мы переходим от построения рукава вточного к построению рукава рубашечного. Вы знаете, как он строится? Я не буду сегодня на этом останавливаться. Скажу просто коротко. Вот это перед вами черненький, это вточной рукав. Предположим, что у нас одна и та же пройма. У нее вертикальный диаметр проймы, например, 21 сантиметр. Тогда высота оката рукава вточного, вот этого черненького, будет, вы знаете, 21 минус 2. Она получится 19. Давайте здесь напишем. У черненького 19. Я просто напишу черненьким цветом, да? А у рукава рубашечного, мы знаем, что рубашечные рукавчики начинаются... Высота оката рубашечного рукава от 2 третий ВДП. Если ВДП у нас 21, 21 разделить на 3 будет 7 и умножить на 2 получится 14. Значит, все рубашечные рукава будут иметь высоту оката рукава 14 и меньше 10, 8, 7, 6, 5 и так далее. И чем меньше у них будет головка рукавчика, тем шире будет становиться сам рукав. Поэтому он очень подходит для вточных рукавов, для полных рук. Потому что он удобный, потому что он широкий и потому что окат рукава строится по длине проймы. И у вас нет проблемы с излишней посадкой. Но тут появляется еще один существенный минус. Потому что одновременно с тем, как мы уменьшаем головку, мы делаем меньше окат рукава, у нас появляется залом, напряжение. Рукавчик, говорят, крутит немножко, да? Но тут уж, как говорится, приходится из двух зол какое-то меньшее выбирать. Понимаете? А вам хочется, чтобы и залома не было, и рукав был комфортный, и в то же время, чтобы не было лишней посадки. Так вот, понимаете, к чему я клоню? Мы с вами говорили, что у черненького рукава вточного 19 головка, а пройма остается одной и той же. Мы на одну пройму строим рукавчики. Просто метод построения другой, выглядят они по-разному. Так, а у синенького у нас всего 14. Смотрите, а имею же я право взять головку, скажем, 16 сантиметров, чтобы он был широкий и удобный, но чтобы залома у него было меньше. Посмотрите, это будет рукавчик, который называется «не то, не сё», я его так называю, который попадает вот в этот интервал от 19 до 14. Это может быть 18, это может быть 17, 16, 15 сантиметров может быть. Вот, напишем здесь, допустим, у красненького рукава у нас 17 сантиметров. Скажем, мы выбрали головку. И получается, что отталкиваясь от высоты оката, от вертикального диаметра пройма 21, мы отняли 21 минус 17, 4 сантиметра. То есть сократили для выбора головки, мы отняли всего 4 сантиметра от вертикального диаметра пройма. И у нас получился рукавчик еще не рубашечный. У него будет минимум залома, а может быть и не будет вовсе, но уже и не вточной. Строить его можно тоже миксуя. Допустим, если у вточного рукавчика вы делаете прибавку 6 сантиметров максимум, и для полных рук она будет вам маловато, сделайте прибавку 7 сантиметров. Вам будет комфортнее, вам будет удобнее, да? Может быть, даже 8. А головку постройте не рубашечного рукава, пусть она будет на 4 сантиметра поменьше, чем вертикальный диаметр больше, на 5 сантиметров поменьше, чем вертикальный диаметр проймы. Но сохраните по окату рукава посадку до 6 сантиметров. И посмотрите, где надо ее расположить. Надо ее обязательно расположить в верхней части оката рукавчика, вот здесь. И тогда верхняя часть оката рукава у вас станет похожей на рукав вточной. У вас не будет залома в точке О, не будет напряжения вот в этой точке, он не будет выглядеть как рукав рубашечный в чистом виде. А нижняя часть оката рукава у вас будет похожа на рукав рубашечный. Он будет широкий, он будет удобный и будет комфортный. И когда кончится вот эта посадка, обязательно сюда проектируйте посадку. Вот в этом месте будет появляться так называемая папоротка. Это вертикальная линия, вертикальная линия, но никак не косой, ни какой-то вот такой вот некрасивый залом, который помогает сделать наш рукавчик очень-очень похожим на чистом виде классический вточной, но только он будет шире, комфортнее и удобнее. Вот такое дополнение, вот такое пояснение к нашей классической схеме построения рукавчиков, вот такой микс я рассказала вам сегодня. Посмотрите, как итог всей нашей беседы. Сохраните себе вот эту картинку. Вточной рукав высота оката рукава ВДП минус 2, рубашечный рукав высота оката рукава меньше, чем 2 трети ВДП. И тогда вы строите для полных рук высоту оката рукава вточного меньше, чем, вернее, высоту оката рукава вы строите больше, чем высота оката рукава вточного, но меньше, чем высота оката рукава рубашечного. То есть в интервале ни то ни сё.